Демилитаризация и денацификация Демилитаризация и денацификация Слава России! Слава России! Ой, а кто это сидит с откровенным нацистом? И отчитывается о поставке ему боеприпасов Слева депутат Госдумы Виталий Милонов Справа террорист Александр Бородай Ну а по центру открытый нацист Мельчаков Все как на подбор три молодца Настоящих русских богатыря Я не буду углубляться националистам, патриот Имперское направление и так далее Я прямо говорю, я нацист Я нацист Можно руку вскинуть А как ты относишься к украинцам, противникам? Ну, для начала я считаю, что Как нации украинцев не существует Что это оболваненные русские Которые себя воспринимают по-другому К противнику, отношусь Я считаю, что противник должен быть уничтожен Потому что только мертвые в спину не стреляют И мертвые не сделают детей Которые потом не возьмут оружие И начнут пустить за родителей Мельчаков Один из любимчиков Путина И всей российской медиашоблы Пришел деукраинизировать украинцев Но ты говоришь о противнике Или обо всем украинском народе Украинский народ, я же объясняю Это оболваненный народ Который много лет уже им вкладывают Что они отдельная нация То есть должна быть полноценная деукраинизация Я нацист Я нацист Россия обеспечит деноцификацию Украины Мы слишком страдали от нацизма Алкаш Медведев уже не помнит Что случилось в августе В крымской Новофедоровке И заявляет о том Что в случае ударов Киева по России Ее ответ может быть любым В том числе с применением Всех видов оружия Напомним, РФ единственная страна в мире Которая считает Крым Российской территорией Его коллега-госдумовец Михаил Шеремет При этом утверждает Что попадание американской ракеты На территорию полуострова Будет обозначать объявление Вашингтоном войны РФ Абсолютно странная логика Так и объявите всему миру войну И все очень быстро закончится Дорогие друзья Наступающий год тоже не будет легким Враги России будут и дальше Пытаться сломить ее Подчинить своей воле Но у них ничего не получится Мы стали сильнее Потому что мы вместе За нами правда А в правде победа За нами правда А в правде сила А значит победа Ура, победа Операция развивается по плану Этот план подготовлен и утвержден Верховным главнокомандующим Даже те, кто не любят Путина Критикуют и так далее Должны понимать Что им тоже конец Укрыться будет очень сложно Красавчик Если мы сейчас начнем играться С этой болезненной темой Наруто этого не простит Я напоролся на цитату Одного из идеологов Сегодняшнего путинизма Который возмущен тем Что очень много внимания Уделяется унитазной теме Что свободная русская журналистика Осмеливается укорять русского солдата За то, что он выламывает в Украине унитазы И буквально пишет Что весь половина России Застроена деревянными клозетами с дырой Русский народ, герой Имеет право на комфорт Который он заслужил в честном бою До идеолога не доходит Что помимо унитаза Нужна еще и канализация И что просто так установить унитаз в чистом поле Он прослужит недолго Или в какой-нибудь грязной избе Но я наконец понял Что Владимиру Владимировичу Путину Конечно следовало С самого начала продекларировать цели войны Цели, которые вероятно Были очень просты Это добыча унитазов в Украине Ведь был же крестовый поход Были крестовые походы Почему бы не быть унитазным походом Правда это несколько Сложнее, чем крестовый поход Потому что например Просать к подножию мавзолея унитазы Как известно Во время последнего парада победы Военнослужащие отказались Боясь, что унитазы могут поколоться И предлагали только бросать туда Ношеные трусы Украинок убраденные в домах Но от этой идеи тоже отказались Вообще мы видим, как на этой неделе Куча вот этого военно-политического дерьма Которую кладет Путин Она все увеличивается и увеличивается Она становится все больше, выше и величественней И не помещается даже в украинский унитаз Да, да, справедливо замечено Но самое интересное, что на эту кучу дерьма Слетаются по-прежнему вот те ошалевшие Патриотические мухи Которых становится все больше и больше Знаешь, есть несколько изумительных сайтов Которые ведут сейчас реестр Ведут учет всех политических и военных преступников Всех разжигателей войны и сторонников войны Эти люди, которые исправно декларируют Свою приверженность путинизму Кричат, значит, эту смешную кричалку 8 лет бомбас 8 лет бомбас 8 лет бомбас Других аргументов Ну еще есть унитазы Как цель путинской армии И 8 лет бомбас Единственный способ обзавестись в России унитазами Мы узнали, это добыть их на Украине Потому что в Вашингтоне Сложновато будет добыть унитазы Не дадут Ну там, да, в общем, там я думал, что это обречено сразу на провал И вот они продолжают себя регистрировать Вот эти вот патриотические мухи Которые так густо облепили военно-политическое дерьмо Владимира Владимировича Они продолжают себя регистрировать Это, я просто хочу к ним обратиться Это дикая легкомыслие, ребят Вы не понимаете боли, которые вы причинили Украине Вы не понимаете, до какой степени Здесь Украина имеет право на праведную месть Любой из тех, кто сегодня Имеет неосторожность Декларировать Одобрение массовым убийством Сносу городов Расстрелу детей Расстрелу изнасилованием женщин Вот любой из этих людей Он, вероятно, будет все-таки вычислен И судьба его страшна Мы понимаем, что вслед за этой войной Вслед за неминуемым военным поражением России В истории В истории этой страны Наступит чудовищный, переломный и страшный момент Когда все, что концентрировалось на протяжении 20 лет Взорвется И от былого порядка не останется следа Украинская сторона не оставила ни одного населенного пункта без боя То есть они как бы реально сражаются Те, кто рассчитывает Одержать Над Россией победу на поле боя Видимо, не понимают Что современная война с Россией Будет для них совсем другая Глаза по Боррелю Который снова ради мира в Европе Призвал страны НАТО Разрешить Киеву бить по целям в глубине Они, по имеющимся данным Сформировали бригаду Так называемой 150-й серии 150-й, 51-й, 52-й, 53-й, 54-й Пять бригад якобы механизированных ОМТВЮЭЙ Про Головне Еще этого поставил Взяли Заскажи мне этого Степашку-то А ты кто по национальности? Я же говорю ЧУПЧ Ты знаешь чукотский язык? Нет А тебе слышишь? Ладно, другой вопрос А тебе нравится, что народ на языке, которого ты базаришь Про тебя анекдоты выдумывают То, что ЧУПЧ, ЧУПЧ, Олени, не Оленин Что вас только по анекдотам знают Нормально тебе, что про тебя русские анекдоты выдумывают? Лично только на их языке базаришь Нет? Ты вдумайся Ты мне говоришь за Бандеру Про чувака, про которого ты ничего знать не знаешь Про типа, который не имеет к тебе никакого отношения Про типа, который боролся против тех Кто тебя русифицировал? Бандера боролся с ними Чтоб они не русифицировали украинцев Понимаешь? С русскими Бандера боролся против того, что с тобой русские сделали Это должен быть твой национальный герой Украина воюет, чтоб нас в тебя не превратили Ты для них Джеки Чан Жертва анекдота Кто-то нам скажет, что это нормальное государство Что касается основной части 99,9% наших граждан Наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины Вот я сколько общаюсь Мало кто понимает, что мы там делаем Здесь для меня как бы необычного ничего нет Я сам особо не понимаю Но это просто лишний раз убеждает меня в том, что Россия особая страна Медиаспециалисты Кремля все-таки настоятельно рекомендовали шефу Повысить коммуникацию с обеспокоенной общественностью Мера имеет вынужденный характер Так как российская аудитория со все большим отторжением Относится как к паркетным пропагандистам Так и к сермяжным военкорам Вы не слышите меня Я категорически не принимаю то, что вы сейчас говорите Данные крайне засоренные ретрансляторы Либо будоражат массы Либо забивают баки нелепостями Отсюда появилась сакраментальная путинская Верить никому нельзя Только мне Но попытка информационного наступления мелкого кормчего Выглядит как-то не очень Путинские смыслы обветшали И сам он демонстрирует сплошные поведенческие неисправности Из-за психотравм В общем, не зажигает аудиторию Не дает ценной информации Не успокаивает Всего лишь какая-то зацикленная тарахтелка Я считаю, что мы действуем в правильном направлении Мы защищаем свои национальные интересы Интересы наших граждан Наших людей Повторю еще раз Самые железные аргументы В пользу такого образа Путина Приводит его медиа-батрачка Симоньян У нее, похоже, речекряк заел И она вдруг вывалила выводы года Товарищи в Кремле и чиновничья братья Перестали нам врать Надо заканчивать врать На всех уровнях, везде Это уже какая-то фишка армянской пропагандистки Которую она внедряет в российские мозги с сентября Играет в дурнушку Распилив в 2022 году 29 миллиардов рублей На главном рупоре Russia Today Того и смотри еще организует партию правды и информационной экологии Мы ходим в красивых костюмах Вечером можем себе позволить зайти в хороший ресторан Ну, на жизнь грех жаловаться, правда же, совсем грех жаловаться Слава Богу, спасибо Господи Однако большое количество развлекательных мероприятий Увеселительных шоу по телеканалам И легкая беззаботность Ведь очень сильно контрастирует с тем Что происходит сейчас в зоне специальной военной операции Где гибнут наши люди Особенно молодые ребята Нам необходимо задуматься о причинах такого явления И спросить, не угрожают ли эти язвы нашей цивилизационной идентичности Не свидетельствуют ли они о некоем сбове в нашем культурном поле Забавно, но если в России формируются региональные армии То почему бы и пропагандистам не создать свои самостоятельные вотчины За счет фрагментации информационной среды А мы будем в этом помогать Мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете Подобное настроение можно увязать с подготовкой замены начальника Путин представляет из себя дорогую и прокачанную медиаперсону Но его фигура не вписывается в новый политический ландшафт Я вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чему приткнуть Он не смог обеспечить победы в войне против Украины Которая готовилась по существу с 1999 года Боевые действия, военные действия Это всегда связано с трагедией И с потерями людей Это мы прекрасно понимаем Отдаем себе в этом отчет Но поскольку это неизбежно Лучше сегодня, чем завтра Военный потенциал, который накапливался четверть века Бездарно могилизировался В сухом остатке страна выглядит ослабленной и дезориентированной Разве так происходит защита национальных интересов? Будет ли нам тяжело? Очень Будут ли атаки на наши города? Да Дадут ли Все, что могут дать? Их американские хозяева? Конечно Будут ли водить против нас дополнительные санкции? Да Пока идет мифическая битва за некую историческую Россию За объединение русского народа Скрепы, сшивающие многонациональную тушу Драматически износились Но это всем хорошо известно Это никакой не секрет Местные элиты ждут момента пиковой слабости вертикали Для переформатирования рыхлой федерации Раисы и эмиры зажиточных регионов Не разделяют оптимизма от путинских завоеваний руин Тем более, что померкла мифологема про силу российского оружия Боевая машина стреляет экскрементами Американцев такого нет На излете правления Путин лихорадочно мечется Селись доказать способность российских оружейников Щелкать превосходящие западные образцы оружия Значит, мы пощелкиваем и Патриот Но пока российский ВПК вызывает лишь ощущение Смущения и шока от несбывшихся ожиданий Птюч! Просто какой-то испанский стыд То зависимость от Ирана То сообщение про поставки оружия из КНДР Даже встреча Путина с генералами ВПК в Туле Попахивает скорее растаскиванием колоссального военного бюджета 2023 года между группировками оружейников И все время вы врете Постоянная ложь Сначала флагманом должен был стать Уралвагонзавод Но победил тульский преемник вождя Дюмин Сейчас именно на ОПК Путин делает ставку В финальной попытке переломить ход войны Но все выглядит как-то небрежно В дорогом костюме он бегло проверяет бронетехнику снаружи А не изнутри Далее идет список претензий к продукции оборонки Боевые части нуждаются в качественном вооружении И снаряжении в полном объеме Срочно нужно выполнить оборонный заказ Иначе промышленники будут объявлены виновными в проигрыше в войне Тем более отсутствует обратная связь Между оружейниками и бойцами на передовой Существующие образцы оружия Пригодны для ведения войны прошлого века Тоже еще советская конструкция И даже страны-изгои обошли РФ Такие экспортные рынки скоро уплывут в чужие руки Обманули Путин хочет наладить механизм обмена информацией Предприятию ПК и подразделений Участвующих в спецабасрации Ради максимально эффективного повышения качества работы Такая практика применялась и в Сирии Ничего нового Хотя это конфликт совершенно иной природы В общем, очередная ошибка на уверенном пути к полному краху При нашем президенте Владимир Владимирович Путине Родился мой сын в 2002 году При нашем президенте он учился в кадетском корпусе имени Александра Невского При нашем президенте он закончил техникум При нашем президенте он пошел в армию на срочную службу И при нашем президенте он погиб Вот у нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек От алкоголя примерно столько же Важно то, что мы все смертные Мы все под Господом Некоторые ведь живут или не живут непонятно И как уходят от водки там или еще чего-то Непонятно А потом ушли, жили и не жили Тоже не И незаметно пролистнулось как-то То ли жил человек, то ли нет А ваш сын жил Понимаете? И его цель Срочные новости от Министерства обороны Российской Федерации Бои в Курской области на территории Российской Федерации продолжаются Прямо в эти минуты вооруженные силы нашей страны пытаются вытеснить врага на территории Украины в Сумскую область Как известно, накануне Герасимов сообщил президенту о том, что в СССР вторглись в Россию в количестве как минимум тысячи человек Враг из России пока не вытеснен